шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и ближайший шаббат мы читаем недельную главу балак в которой описана история о пророке белами нанятом царем муавским балаком чтобы проклясть наш народ пустыне связаны с этим события которые переросли в великую катастрофу оргия идолопоклонничество и блудодеяния в результате которой погибло по меньшей мере 24 тысячи мужчин описаны в этой недельной главе это указывает на значительную важность этого эпизода иудаизм еврейство предполагает что словесные высказывания очень важны в германии в других странах мы иногда говорим что руга не причиняет боль и то и другое верно но травма словами может быть намного сильнее чем физическое воздействие случае с проклятиями белами потребовалось даже особое божественное вмешательство чтобы превратить его проклятие благословление бог жалился над еврейским народом и не позволил чтобы он был проклят он не прислушался к мог мольбам языческого пророка и превратил его проклятие благословление для нас но какова ценность этих исправленных проклятий спросите вы меня существует даже талмудическая традиция которая утверждает что после разрушения храма в иерусалиме все проклятия белама восстановили свою силу и что не будет дня без проклятий и обремененных событий единственное благословление которое всегда сопровождало нас это благословление как прекрасны шатры твои о яков жилища твои о исраэль под нашими шатрами подразумевается наша синагога которая символизирует силу наших молитв а под нашими жилищами подразумевается наши учебные дома что подчеркивает силу нашего изучения торы только эти два занятия молитва изучения торы остались источниками благословления и вдохновения которые всегда умели превратить все плохое в хорошее для нас благословление будьте здоровы и пусть всегда будет у нас благословление шаббат шалом браха вас лаха ваш раввин каплан